Добрый вечер всем снова. Добрались мы наконец-то до сектора Amos Team. Для команды Amos Team, 22 сектор. Извиняюсь уже в полной темноте, но время бежит быстро, пока разговариваешь с людьми, смотришь на часы, а уже с папера. Кто-то хочет выступить. У нас есть блогер, вот блогер пусть говорит. У нас есть фирменный, профессиональный блогер. Я не профессиональный блогер, я... Мы уже понемножку каждому скажем. Хорошо. Начнем с товарища, который уже здесь обжился. Ну да, было немножко такое... Сань, как ура, что с ним у нас, что лицо было видно, вот цель такая. И скрываю, скрываю свое лицо. Ну, что я могу сказать... В любом случае, как бы, это совсем другие соревнования, рыбалки, которые мы проводили в Украине. Это даже отличается от того, что дело было месяц назад. Да, кстати, да, довольно-таки, да. Все отличается, все поменялось. Невозможно понять, от чего это и почему. Много из предположений... Ну, поделитесь. Ну, то, что я могу поделиться из того, что я слышал, и о прибавлении воды, изменении берега, это все, возможно, может и сказывается на активности рыбы, термоклин. Все может влиять. Хотя приблизительно такая же вода и была почти месяц назад на кубке из ракиш и... Ну, вы нормально отработали? Да. Мы отработали... По тем условиям? Да, по тем условиям, да. Мы отработали шикарно, но и погода была немножко другая. Было больше ветра, не погода, но рыба была более активна. Скажем так, да, немножко была веселее. Все равно была рыба, тогда тоже было мало рыбы. Много команд были с нулем, и при том команды, те, которые здесь просто живут, можно сказать, люди профессионалы. В данном случае, по-моему, это первый такой завелийский карп, что так мало рыбы. Во-первых, мы его еще не закончили. Да, мы за воде видно тогда, да. Вот, поэтому, как бы, я провел здесь не так много времени, чтобы делать какие-то определенные выводы. И просто это мои догадки от услышанного, увиденного. В любом случае, мы вчера взяли рыбку довольно-таки немаленькую. Да. И поклепка была очень быстро, после заброса. Скорее всего, это было поисково получилось. Включаю. Да, мы эту точку обработали, и ничего дальше не произошло. Походили дальше, ближе. Наверное, как и многие здесь пытаются хоть что-то найти. Мы просто не меняем, мы как бы меняем. Ну, уже, да, уже не меняем. Нет, можно сказать так, что вот на западном берегу, который, понятно, сейчас показывает лучшие результаты, там есть несколько команд, у которых можно сказать, что более-менее стабильно. Да. То есть, все-таки одна рыба, это одна рыба, а если у них там шесть рыб, то уже более-менее они нашли. Да, что-то нашли. А здесь у многих по одной рыбе... Проделиться просто невозможно. Какой проход рыбы? Где она проходит? Непонятно. В какое время? Ну, ночью точно нет. Ночью точно ничего нет. Да, ночью точно ничего нет. Ну, как бы... Даже не можем определиться. Было бы хотя бы две-три рыбы, чтобы мысли появились. Пока никаких мыслей было. Как продвигаться. Вот. Как бы используем те насадки, что на предыдущем тоже, вот в турнире мы использовали. Все то же самое. Ничего, вообще ноль. Хотя все то же самое. Чеснок, как бы... Ну, да, ушли как бы тоже хорошо. С одной стороны. Да. Ну, это как бы самое единственное, что у нас в Аду сурляет. Что мы ушли от нуля. А если бы вообще мы были бы с нулем, и не представляю, как люди сейчас с этим нулем... Плохо. Ну, я же хожу по команде. Такая плачевная, как бы, ситуация. Ну, мы стараемся, что-то не падает духом. Кормим, продолжаем... Да нет. Вот никто не падает духом. Все ворчат, но это... Спортивное ворчание, нормальное здоровое. Это не... Поднялся, собрался, уехал. У нас такие тоже были соревнования, когда команда, которая первые три дня сидела без рыбы, просто собиралась и уезжала. Нервы не... То есть я считаю, что это, конечно... Ну, спорка назвать нельзя. Ну, ребята, как бы, если вы уже приехали... Вы год ждали, вы готовились. А кто его знает? Может, у вас в последний день возьмете Big Fish? Да. Это не будет первое место. Но это будет Big Fish. По-любому... Это будет услышанный Big Fish. Потому что работа все-таки проводится регулярно. Да. Много корма, выбросы. Я приводил пример соревнований в Чехословакии, в которых я принимал участие. Когда приехала команда из Германии, которые привезли с собой свои эти бойлы из Германии. А на этом воды мы все ловили на кукурузу. Им говорили, что нет смысла. Они сказали, что нет проблем. Они... Там были соревнования, как ФИП, 72 часа. Они 72 часа ловили на бойлы. И они взяли карпа 23 килограмма. Одного. Но это был Big Fish турнира. А у них был отдельный приз за Big Fish турнира. А они сказали, как это... Дура-дура, свои три червонца в день имеют. То есть, как бы... Соревнования выиграли те, кто там поймал... Не знаю... Две сотни карпа по кило двести. Но, опять же, как бы... Кто какую цель ставит? Мы работаем как друзья. У нас дружная команда. Замечательно. Не скучаем, самое главное. Все мысли, которые у кого-то возникают в течение всего времени. То есть, мы все пробуем. Реально все. Вот какая-то мысль по насадке проскочила. Вам пишут ребята, не падать духом. Все это да, все. Все это используем, пробуем. Все, буквально все, что в голову входит. Даже то, что... Ну, просто нереально. Просто невозможно эту картину представить. И ты все равно... А давайте поставим сосиску. Да, да. Пробовали украинское сало, не прокатывает. Ну как. Нет, только местное. Только местное. Только местное надо ставить. Да. Предлагали даже обрезание. Ну как бы пока что... Некоторым, да? Некоторым предлагали. Некоторые думают. Вы смотрели стрим с Артемом Колесниковым? Он там предлагал сделать всякие конкурсы. Номинации разные. Номинации конкурсы. Так вот, типа сделать конкурс там. Кто угадает самого крупного карпа турнира, тому бесплатное обрезание. Прямо в зале на сцене. Ну должно быть весело, весело. Ну это будет действительно весело. И да, обязательно делать капитану команды. Чтобы было еще веселее. Который сидит и молчит. И сваливает свою работу на... На блогера. На блогера. На блогера, да. Ха-ха-ха-ха. Я понял. Блогер очень себя устал. Ха-ха-ха. Что обычно капитан команды берет слово... Ну капитан команды у нас на тех же как бы... Не понимал. Капитан номинальный, короче. Да, чисто. Чтобы было на кого свалить в случае чего. Не, меня вряд ли ребята свалят на меня. Ну в любом случае... Я повторяюсь, потому что у меня трудно это. Мои друзья. Мне как гостю вот, ну я был приглашен. Спасибо вам Владимиру, да. И из Рафиш. Спасибо вам за теплый прием. Очень классная организация. Да, организация замечательная. Настолько вот приятно. Позитивно. Тебя кормит. Судьи приходят просто. Ну даже ты сидишь без рыбы. Ну и ты их рад видеть. Просто судьи. Живые люди. Живые люди. Они интересуются. Они что-то вот да. Вот как бы ребята, давайте поддерживают. Команда Кинги вам пишет красавца. Спасибо. Скажи, насколько ты поправился здесь? Ну поправился от хорошей жизни здесь. Ничего. В Украине похудеют. Да. Это быстро. Вот. Поэтому этот позитив, он вносит свои коррективы. Очень положительные. И вот просто как вот такое. Они заряжают энергией позитивной. Продолжение. И да, идёт в обучение. И вот продолжаешь, продолжаешь. Ну давайте, давайте. В следующий раз мы придём, что у вас была рыба. Это реально было здорово. А друзей, сколько новых появилось? Да. И на сколько хватит ещё разговоров потом, когда вернёшься домой? Да. И на сколько лет. Эмоции разговоров. И вот этот такой был экстрим, когда на этом, когда мы предыдущем экстриме. Это же останется у него на долгие годы это. Он сейчас говорит. Володя, он не был в прошлом году. Он не знает, что такое экстрим. Да. Это я говорю про то, что он. Тогда погода была такая, да. Он говорит там на Украине, ребята. Это экстрим. Ха-ха-ха. Да там то, что на Украине, это детский сад по сравнению с то, что в Израиле. Я говорю, мне ребята звонят, все переживают. С Украины держат кулачки. Давайте там вот, давайте. Ещё одного красавца давайте. Ловите. Красавца. Ловите красавца. Да, красавца красавца. Говорит, ну ребят, ну давайте что-то делайте. Ну как там вообще, расскажи. Я говорю, ну ребят, ну то, что мы ловим дом, это просто детский лепет. Вы даже не представляете. Сесть в ванну. Я говорю, мы ловим просто в лужах. Я говорю, вы приехали, вот считайте, что вы приехали на Каньевское водохранилище. Оно приблизительно по размерам где-то вот так же. Я говорю, вот представьте, вас посадили и лови карпа. Где есть? Латва, сом, много сорной рыбы. Поймай карпа здесь. Это совсем другое. Это не в разводниках, естественно. Тем более плотность рыбы здесь, как бы мы не стремились к высокой, но слишком большой водоем, чтобы сделать реально очень большую плотность. Он размазывается по всему водоему. Но делать с этим нечего. В общем, огромное спасибо вам, что вы не падаете духом. Спасибо вам большое. О том, что вы приехали к нам в гости и теперь будете рассказывать хорошие вещи про Израиль, а не всякие гадости. Ну если еще раз пригласить, еще раз приезжайте. Мы с большим удовольствием. Мы всех приглашаем. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Мы же много лет говорим ребятам, мы говорим на многих форумах и когда встречаемся на чемпионатах мира, мы говорим командам, ребята, зимой вам делать у вас нечего. Совершенно, да. А у нас, ну рыбу не поймаешь, ну так просто кайфанешь от того, что ты приехал в Израиль на святую землю. Согласен. А торпятники вообще только зимой могут ездить. После лета, да. Ну так я же говорю, что я говорю, что у вас там зимой делать нечего. А у нас, пожалуйста, начиная с конца ноября и до конца марта. Юрвелтон. У нас же такие завлекают пальмы. Он приехал на эти пальмы, не мог налюбоваться. Он приехал на пальму, он не отходил от этой пальмы. Нет, колорит просто сумасшедший. Какая-то наследственная память. Природа, да, просто вот тут воробьи летают, тут попугаи. А вы еще, ребята, вы нас же не были на хули? Да, они не видели ни мест таких, где в самом... На хули они ж не были. На хули они ж не были. Там пеликаны, фламинго. Нет, еще нет. Ходят там между вами такие. Нет, правда замечательно. Все хорошо. Даже люди, рыбаки, которые приходят половить рыб, они приходят, спрашивают, как дела. Манишма, биседер, все приятно. Кофеечек, будьте кофе, предлагают кофе. Акшели. Акшели, да. Настолько приятно, настолько позитивно. Позитив, в принципе, кругом, да. Ну, не считая сетевиков. Ну, это отдельная тема. Это отдельная тема, да. Больная. Ну, в любом случае позитива очень много. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До встречи в зале. Да. До скорой встречи. Мы там специально привели с собой подиум. Первое, второе, третье место. Лично Адриана его изготовил в своей мастерской. Так что очень бы хотелось... Все работает. Да. Увидит нас. Хотелось бы увидеть там знакомые лица. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел. Не забываем ставить лайки. Украина и Бравиль. Украина и Бравиль.